Пластинки раньше, раньше, до цифровой эры, они были единственным носителем практически. С детских пор, со школьных, ходил в наш магазин «Мелодия», выкупал, что мог, конечно, по тем временам. В 2000-х годах, уже когда финил стал отходить на вторую сторону, появились компакт-диски. Я просто гордился, что наконец-то будет что-то хорошее, пластинки эти достали. Но сохранил их на всякий случай. 2013 год, насколько я помню, я загорелся поучаствовать в краудфандинге, и там один из призов был винил. Я думаю, ну, возьму, пусть будет хотя бы как история. Но потом понял, что я не хочу, чтобы он лежал, я хочу, чтобы он играл. Начал задумываться, как бы, купить себе технику, да. Вот, я, естественно, искал оптимальный вариант для себя, ну, с точки зрения финансов, и с точки зрения визуальных, и с точки зрения функциональных. Ты раньше, там, протер пыль, поставил уголку, в крайнем случае вытащил уголку, вставил другую. То есть ничего не смазывали, ничего не смотрели. Вот. Да и все было автоматизировано. Вот. Здесь же все это абсолютно ручное, да. Тут только включить, чтобы крутилось, единственное, что электрическое. А все остальное механическое, абсолютно. Крышка, она нужна только для того, чтобы защищать от пыли, не больше. То есть мы ее, я стараюсь ее снимать. Крышку мы снимаем для того, чтобы не было никаких шумов, да. Потому что любой шум, даже рядом, даже если я постучу, даже здесь постучу, это все будет слышно у нас в колонках наших. В данном случае блин у меня прозрачный. Вернее, не совсем прозрачный, но матовый. То есть обычно еще есть алюминиевые. Ну, я выбрал такую вещь. Опять же, он меньше резонирует, чем металл. Здесь у нас двигатель, как бы независимый, он подвижный. И за счет пасека он приводит вращение. Вот таким вот ключиком мы перекидываем пасек для того, чтобы поменять скорость вращения. Скоростей в данной ситуации у меня две. Это 33-я стандартная и 45-я. Отличаются они следующим. На 45 оборотах, как правило, звук лучше. Более качественно, меньше износ у пластинки. Но чаще всего это используется для диджеев. Но хотя многие ремастеринги, которые делали для своих пластинок, альбомы, исполнители, они обычно могли переиздать еще на 45 оборотах, чтобы более качественный звук был, чем на 33-х, например, выпущенный раньше. Тут всегда дилемма. Тут все на компромиссах. Это не компакт-диск. Какой бы прилипт ты ни вставил, он будет звучать всегда одинаково. А здесь уже имеет значение нюансы. Мой выбор остался за этим. Меня устраивает полностью, что он механический. Вот. Я не устаю. Представлять мне приятно его трогать. Да, могу предложить поставить на 45 оборотах пластиночку. Это вечный спор между цифрой и аналоговым звуком. Ну, считается, что аналоговый звук лучше, чище, и диапазон записи выше у аналога. То есть, да, вот у Битвус, по-моему, есть пластинка, где в конце, по-моему, не буду брать. Пол Маккарт не свистит и слышат только собаки. На компакт-диске это уже не запишешь. А вот на виниле это снова не записать. Если это качественная печать, и какой винил используется, неважно, цветной или нет. Обычно цветным делают лимитированные тиражи. В основном это европейские магазины. Вот. С редким исключением это ближайшие зарубежья. Это Россия и Украина. Вот. А так, в основном, это онлайн-магазины, так как, опять же, магазинов физических нет в регионе. И я страдаю. Настал день, когда я пожелал для себя купить эти две пластинки группы SunLux. Вот. Но проблема в том, что они продавались в магазине, так как в Америке. Вот. Но заказ я оформил, но как-то очень хитро. И так получилось, что я остался должен доплатить. И мне об этом сообщила фирма, которая продавала. Вот. Ну, сумма была немаленькая. Я сказал, что, наверное, я все-таки подумаю еще. И, решив, что все-таки я заплачу, написал им, готов. Потратить денег. И они мне замечательный ответ написали. Мы посмотрели на карту, где вы живете. И поняли, что у вас там магазинов таких нет. Платить за пересылку не нужно. И еще и наложили метода конфет. Подписали от руки, там, видимо, бригады всех, кто мерцовал. Там всякие комиксы мне нарисовали. И выжили это все. Это дело. Конфеты до сих пор где-то лежат. Еще сейчас очень стал популярен такой момент, как краудфандинг. Я думаю, уже многие слышали об этом. Например, Надя. Это российский исполнитель. Вот, тот с автографами у меня. Еще вот, у кого я участвовал. У Инны Желанной. Но это из российских. Вот, а есть еще английская группа Lamp. Я имел удовольствие быть на концерте. Вот, и они выпустили вот такой лимитированный тираж, где я тоже поучаствовал. Они даже тут написали об этом. Тарас, ты молодец. Любой коллекционер всегда сталкивается с одной важной и большой проблемой. Как найти нужную пластинку? У меня еще немного. А когда у людей десятки тысяч пластинок, ходи, пересмотри каждую, да? Я вот имею эту проблему вечно на данный момент. Хотя существуют специальные уже вкладыши, чтобы по буковкам там, или там саундтрек, все это вставляется, там все это ищется. Но это опять расходы. То есть, на них можно купить на эти деньги, купить там еще десяток пластинок, сколько стоит эти буквы. Вот, поэтому я запоминаю. Я помню, что там у меня Ройксоп, здесь у меня саундтреки, а остальные мне приходится искать. Так что, любители музыки, слушайте МП3. Не ввязывайтесь в это дело.